Обсудим теперь, что можно делать в блоке Catch в ответ на пойманные исключения. Во-первых, нужно ответить себе на вопрос. Обладаем ли мы в данном месте программы информацией, необходимой для принятия решения о том, как нужно реагировать на исключения? Вполне возможно, что нет. В таком случае правильным решением будет пробросить это же или другое исключение дальше, вызывающему коду. Если мы решаем пробросить то же самое исключение, то и блок TryCatch в этом месте программы вообще не нужен. Пусть себе исключение спокойно летит до того уровня, где оно может быть нормально обработано. Рассмотрим такой пример. Наша библиотека-калькулятор может в своей реализации использовать метод doubleParseDouble для разбора чисел из входного выражения. Если число оказалось в некорректном формате, то parseDouble бросает исключение. NumberFormatException. Это означает ошибку в выражении, которую нам надо сообщить коду, вызвавшему калькулятор. По договоренности калькулятор при проблемах с выражением должен бросать калькулятор exception. Поэтому в нашем примере обработка NumberFormatException будет заключаться в заворачивании этого исключения в калькулятор exception и выбросе этого нового исключения. Зачем класть внутрь нового исключения, исходное исключение? Для того, чтобы при печати такого исключения был максимум информации для разбора. Итак, исключение долетело до того места программы, где действительно достаточно информации для принятия решения об обработке. Мы можем решить, что исключение фатальное и немедленно завершить программу. Или наоборот, мы можем решить, что исключение безвредное, на работоспособность программы оно не повлияет, можно продолжать. Или, как в примере с интерактивным калькулятором, можем попросить пользователя ввести другое выражение. Правильная обработка зависит от конкретной задачи. Но в любом случае рекомендуется залогировать полную ошибку со всем stacktrace, чтобы упростить себе в будущем разбор этой проблемы, если что-то пойдет не так. В простых маленьких программах можно просто распечатать ошибку в консоли, вызвав метод printStackTrace. Но лучше воспользоваться каким-то специальным средством для логирования. Это мы обсудим в следующем уроке. Продолжение следует...